Здравствуйте, друзья! Сегодня небольшая прогулочка по осеннему саду. Хочу показать вам редкие в наших садах кустарники, но сначала остановлюсь на гортензии. 1 декада октября сад не прекращает свое цветение. Невероятной красоты цветы у метельчатых гортензий. Они как минимум трижды меняют свой цвет за сезон. От сливочно-белого до нежно-розового и к осени до розово-красного или багряного цвета. Как же декоративно смотрится сейчас соцветие крупнолистной гортензии. Летом она радует нас шапками розового цвета или синего, если этого захотеть и вовремя подкислить почву. Затем в конце августа, в сентябре шапки зеленеют. Куст тоже очень декоративен в этот момент. Такие необычные зеленые соцветия. А сейчас, в начале октября, вот такая прелесть красно-зеленого цвета. Ну а теперь хочу познакомить вас с очень необычными и довольно-таки редкими кустарниками в наших садах, которые очень декоративны именно осенью, сентябрь, октябрь и даже зимой. Один из них, вот такой редкий кустарник, называется красивоплодник или каликарпа. Я сама о нем узнала совсем недавно. Это житель южных регионов. В более северных регионах требует укрытия. А совсем в холодном климате, где температура зимой опускается ниже минус 30, рекомендуется выращивать в контейнерах. На зиму заносить в помещение. Красивоплодник – куст, который выращивают ради ярких, необычных ягод. В зависимости от вида и сорта, растение может свести с середины и до конца лета, а плоды появляются в начале осени и держатся на ветках всю зиму. Выращивают всего несколько видов каликарпы. В Подмосковье рекомендуется выращивать красивоплодник в бодинье и вильчатый. На зиму они требуют укрытия. А японские и американские красивоплодники подходят для южных регионов. Они более теплолюбивы. Уход за таким интересным декоративным кустарником крайне прост. Высаживание на правильном месте – солнце или легкая полутень. Дренированный участок с нейтральным или кислым грунтом. Редкие поливы. Весенняя санитарная обрезка. Укрытие на зиму в северных регионах. Высаживать рекомендуется весной. Поэтому записываем в хотелки и весной атакуем садовые центры в поисках красивоплодника. И еще вот такой редкий кустарник в наших садах – лиспедеца. В моем саду растет он более 10 лет. Кустарник достигает высоты чуть более полутора метров. Ветки паникающие. Красиво будет смотреться на подпорных стенках рядом с хвойниками. Весной куст я пересадила, так как со временем он оказался в тени. Пересадку перенес на пять с плюсами. Сейчас цветет и радует взгляд. Сам кустик декоративен весь сезон. А сейчас во время цветения малиново-фиолетовые кисточки запоздалых соцветий придают кусту еще большую привлекательность. Тем более в этот период, когда в саду уже мало цветущих растений. Кустарник на зиму или рано весной обрезают до уровня земли. Не прихотлив к почве, не любит застоя воды, любит солнце и легкую полутень. Совершенно беспроблемный кустарник. Вот такая небольшая прогулочка по осеннему саду. А на сегодня все. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!